Всем привет! Наш родной отечественный чемпионат продолжается и сегодня мы в местах самых древних, самых известных республики Беларусь. Полоцкое княжество, Евросинья Полоцкая, Софийский собор. Все это расположено здесь недалеко, потому что мы не в Полоцке, мы в Новополоцке. А это Динамо ТВ. Прямо сейчас мы идем по площади, центральной площади города Новополоцка и здесь есть один примечательный факт. Это место на карте обозначено звездой. Пять баллов городостроитель. Пять. Привет. Как она называется? Динамо Минск. На футбол идешь? Нет. Велики все классные, конечно. Я думал спортсмены. Уже к 1963 году в поселке, построенном недалеко от завода, жили почти 11 тысяч человек. Здесь уже были несколько десятков домов, детский сад, школа, магазины. Начиналось строительство первых корпусов больничного городка. Вот так, благодаря энтузиазму и самоотверженному труду людей, на месте бывших болот возникла мощная промышленная база. Были проложены широкие автомагистрали и железнодорожные пути и появился город, который позже народный поэт Беларуси Петрусбровка назвал грандиозным памятником людям 60-х годов. Все-таки, мне кажется, лучшим временем препровождения в Новополоцке будет это съездить в Полоцк и посетить его древние легендарные места. Ну, потому что здесь, кроме завода, который по территории, наверное, сопоставим с территорией города, здесь больше ничего особенного нет. Привет, малыши! Здрасте! Вы на футбол идете? Да, сейчас пойдем. Аллилуйя! 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 Кто чемпион? Кто чемпион? Нафтан! Нафтан чемпион, молодцы! Будете болеть за своих, вот, правильно, хорошими стройками. Давайте, увидимся на стадионе. И несмотря на зеленый фон за моей спиной, и то, что в Новополоцке много парков, насаждений, деревьев, этот город является самым грязным в Республике Беларусь по объему выбросов вредных веществ в атмосферу. И это уже много лет. Ну, как-то люди здесь живут. Запах-то есть. Бывает. Бывает, особенно выходные. А как так получилось, в общем? Ну, как мы чувствуем? Мы уже отривыки к этому. Вот у меня дочка приезжает из Минска, она маршрутку открывает. Как вы дышите? Город. Вот так. Пройдя по этой аллее, можно, в принципе, ознакомиться с краткой историей города. Первый белорусский бензин. Будете знать, что в 1963 году здесь именно получили первый белорусский бензин. Вот сам завод. 1968-й. Полиэтилен. Кроме футбольного клуба «Нафтан» в Новопроводске еще есть хоккейная команда «Химик». Ну, и хоккейная ледовая арена. И еще парочка спортивных комплексов для занятия практически любым видом спорта. Например, легкой атлетики. Все же знают Вадима Девятовского, председателя Федерации легкой атлетики Беларуси. Именно отсюда вышел Вадим Девятовский. Спасибо. 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 Проход довольно широкий. Ноги есть куда деть. Беговые дорожки присутствуют. Поле зеленое. Погода прекрасна. Знаете, как сейчас многие блогеры тестируют какие-либо изделия? Пусть я и не блогер, но протестирую сидение стадиона «Атлант». Итак, сидение стадиона «Атлант» стеклопластиковое, прикручено, крепко прикручено, расположено на металлической основе, обладает индивидуальным номером. Присядем. Ой. Широкое. 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 Довольно удобное. Прекрасный вид открывается на поле. Даже чистое. Вообще, мне кажется, лучшие места для обзора – это там. Вон там. Это общежитие Новополоцкого университета, которое называется Полоцкий государственный университет. И вот из него видно поле, как на ладони. Трибуна, поле, беговые дорожки, раздевалки, расположены в административном здании. Многие критикуют раздевалки за то, что они тесные, с плохими туалетами. Спешу вас обрадовать. Раздевалки отремонтировали и сделали новые туалеты. Но больше тут и нету ничего. Вот и все. Ну что же, солнце село, матч окончен. Итоговый счет 4-0. Какие можно сделать выводы? Да, у Нафтана есть проблемы. Да, стадион «Атлант» не самый комфортный. Вообще не комфортный. Очень жаль.